Добрый вечер, в студии Тимур Бекморзин поговорим о реальной экономике. А это, между прочим, все, что нас окружает, все, что ежечасно, ежеминутно происходит вокруг нас. Все, чем мы дышим и что потребляем, что покупаем и продаем, из чего складывается наш материальный мир. И этот мир сегодня мы не можем представить без промышленных компаний, таких как Казань Оргсинтез. Вряд ли найдется житель нашей республики, который совсем не слышал об этом ведущем в масштабах всей России нефтехимическом предприятии. Но берусь утверждать смело, далеко не каждый сможет ответить на вопрос, что конкретно производят эти заводы. Такое не обсуждают со школьниками на уроках экономической географии и химии, а я считаю, зря. Это стоит знать всем и каждому. От таких мощных предприятий зависит ни много ни мало благополучие всего Татарстана, а значит и так или иначе каждого жителя республики. Эти татарстанские заводы, а надо понимать, что Казань Оргсинтез это несколько крупных производств, объединенных в единую технологическую цепочку, гремят на всю страну. Из материалов и продукции, производимых на Казань Оргсинтезе, делают сотни товаров, которыми мы пользуемся в быту. Интересно, в этом выпуске мы расскажем просто о сложном. Нас ждут невероятные факты о всем известном полиэтилене. Познавательный урок промышленной химии для взрослых прямо сейчас на телеканале «Новый век» в программе «Реальная экономика». За 2017 год объем произведенной товарной продукции по ООО «Казань Оргсинтез» пригласил 1 миллион тонн. Казань Оргсинтез теперь выпускает 1 миллион тонн товарной продукции в год. Что это значит для республики? Свидетельством роста конкурентоспособности продукции компании является рост его экспорта. Как руководство Татарстана оценивает перспективы развития одного из крупнейших химических производств в Татарстане? Если сравнивать его со стеклом, то он легче в 200 раз. Самое интересное – детали, что конкретно производят на заводах «Казань Оргсинтеза» и как эта продукция используется в народном хозяйстве. Экскурс в историю «Казань Оргсинтез» от советского завода до современной российской компании. Что ожидает предприятие в ближайшем будущем? Расскажем. Российская экономика должна не просто оставаться на плаву, не просто держать удар. Мы должны, мы обязаны совершить своего рода технологическую революцию в ближайшие годы. Сделать рывок, прорыв в своем развитии. Такую задачу перед страной ставит президент России Владимир Путин в начале нового срока. А для этого уже сейчас темпы экономического развития России должны быть выше среднемировых. Татарстан – один из тех регионов, на которые будет опираться руководство страны в осуществлении этих амбициозных планов. Ведь республика сохраняет ведущие позиции в развитии промышленного производства по ряду направлений. Структура экономики самого Татарстана такова, что основной вклад в развитие региона вносит несколько крупных ключевых предприятий. Казань-Оргсинтез входит в так называемую «большую пятерку» в Татарстане. Это предприятие, которое входит в группу компаний «Таиф» – одно из крупнейших химических производств в России. Казань-Оргсинтез производит более 40% всего российского полиэтилена и является его крупнейшим экспортером. В перечне продукции полиэтилен, полиэтиленовые трубы, фенол, ацетон, бисфенол-А, поликарбонаты – всего более 170 номинований. Предприятие поставляет продукцию на экспорт в 31 страну мира. Компания сегодня наглядный пример устойчивого и поступательного развития, несмотря на непростую конъюнктуру цен на рынке химической продукции. Казань-Оргсинтез научился преодолевать эти проблемы. В этом году компания выпустила 1 миллион тонн товарной продукции, в том числе полиэтиленов более 726 тысяч тонн. И это максимальный объем за всю историю предприятия. Какие еще важные цифры и показатели прозвучали на годовом собрании акционеров компании, расскажем прямо сейчас. Минувший год завершен предприятием с хорошими финансовыми показателями. Об этом рассказал генеральный директор ПАО «Казань-Оргсинтез» Фарид Менигулов. За 2017 год объем произведенной товарной продукции ПАО «Казань-Оргсинтез» превысил 1 миллион тонн. В том числе полиэтиленов 726-513 тонн. Это максимальный объем полиэтилена за всю историю общества. В своем выступлении на годовом собрании акционеров Фарид Менигулов отметил, что за прошедший год выручка от реализации товарной продукции составила 72 миллиарда рублей. И это на 4,5% ниже уровня 2016 года. Основное влияние на снижение выручки оказало изменение цен на рынке полиэтиленов. К слову, отчасти оно было компенсировано увеличением объемов производства. Показатель использования производственных мощностей увеличился. Однако при этом снижение поставок этилена, несмотря на увеличение собственной выработки, не позволило максимально использовать имеющиеся мощности предприятия по производству полиэтиленов. Показатель использования производственных мощностей увеличился с 92% до 94% в 2017 году. а индекс физического объема составил 101,7% к уровню предыдущего года. Однако снижение поставок этилена, несмотря на увеличение собственной выработки на 22 800 тонн по сравнению с 2016 годом, не позволило нам максимально использовать имеющиеся мощности по производству. Тем не менее, за 2017 год выручка от реализации товарной продукции составила 72 миллиарда 3 миллиона рублей, что на 3 миллиарда 407 миллионов рублей или на 4,5% ниже уровня 2016 года. Основное влияние на снижение выручки оказала конъюнктура цен на рынке полиэтиленов, при этом влияние фактора цен было частично скомпенсировано увеличением объемов производства в натуральном выражении. Основным рынком сбыта нашей продукции остается внутренний рынок 79% от выручки, экспорт продукции составляет 21%. Казань Оргсинт – это крупный налогоплательщик. Налоговые платежи во все уровни бюджета по итогам 2017 года составили 8,6 миллиардов рублей, в том числе в консолидированный бюджет Республики Татарстан перечислено 5,46 миллиардов рублей. Сегодня Казань Оргсинт – одно из наиболее современных и эффективных предприятий нефтехимической промышленности нашей страны, входит в первую пятерку ведущих бюджетнообразующих предприятий Республики. Является одним из лидеров фондового рынка нашей страны по динамике роста капитализации. Во многом благодаря таким динамично развивающимся предприятиям, как Казань Оргсинтес, Республика сохраняет положительные темпы роста экономики. В прошлый год объемы валового регионального продукта составили 2,1,1,1 миллиарда рублей. Объемы отгружены промышленной продукции 2,25,000,000,000,000,000 руб. Ну и конечно же очень главные инвестиции в основные капиталы составили 637 миллиардов рублей. Что касается Республики, Республик сегодня один из основных регионов. Мы занимаем четвертую позицию среди российских регионов по объему мобилизованных собственных доходов. К предприятию «Казань Оргсинтез» сейчас особое внимание в том числе и со стороны руководства республики. Это вполне оправданно, ведь химия и нефтехимия продолжают оставаться главными точками роста экономики республики. Это приоритеты из стратегии 2030, стратегии социально-экономического развития Татарстана. В этой связи для нас важно видеть и понимать перспективные пути развития и самого «Казань Оргсинтеза». Они обозначены в программе развития компании в 2018-2020 годах. Приоритеты, если совсем коротко, следующие. Увеличение объемов производства, рост доли несырьевого экспорта продукции, защита окружающей среды и повышение энергоэффективности, внедрение новых технологий и импортозамещение. Разработана программа развития действующих производств ПАУ «Казань Оргсинтез» на период 2018-2020 годов и одобрена для реализации советом директоров компании. Все подробности в нашем следующем материале. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, «Казань Оргсинтез» уверенно идет к новым задачам. Как уже было отмечено, компания увеличивает объемы производства, реализует социальные и экологические программы, внедряет новые технологии. В 2017 году в соответствии с решением Совета директоров разработана программа стратегического развития ПАУ «Казань Оргсинтез» до 2020-2025 годов. Данная программа состоит из двух составляющих. Программа развития действующих производств и программа развития ПАУ «Казань Оргсинтез» до 2025 года. Реализация программы развития действующих производств позволит обеспечить возможность увеличения переработки жирных углеводородных газов в качестве сырья для пиролиза, наращение объемов производства витилена и полиэтилена, а также улучшить расходные нормы по сырьевым энергоресурсам и снизить отрицательное воздействие на окружающую среду. Программа развития ПАУ «Казань Оргсинтез» до 2025 года предусматривает создание нового комплекса нефтехимических производств на базе переработки газового сырья. Работа по данному направлению находится на прединвестиционной стадии, в рамках которой уточняются вопросы сырьевого обеспечения и технико-экономические параметры проекта. Следующая ступень и амбициозная цель, обозначенная Рустамом Минихановым – преодолеть порог в 100 миллиардов рублей выручки к 2021 году. Свидетельством роста конкурентоспособности продукции компании является рост его экспорта. В целом, во многом благодаря развитию нефтехимической продукции растет доля несерьевого экспорта нашей республики. В частности, только за последние пять лет доля несерьевых товаров в экспорте в республике выросла с 52 до 54%. Отрадно, что на протяжении последних 15 лет приоритетом компании «Казань Оргсинтез» остается активная инвестиционная деятельность, постоянная проводимая реконструкция и модернизация производства. Важный этап – наращивание несерьевого экспорта отметил на собрании акционеров генеральный директор ПАО «Казань Оргсинтез» Фарид Минигулов. Сейчас доля экспорта составляет в общем объеме 21%. В ближайшее время компания планирует покорить новую вершину в 23-24%. «Казань Оргсинтез» сотрудничает с 31 страной. Недавно была налажена работа с Грузией, Хорватией, Арменией. Мы стремимся к расширению сотрудничества с зарубежными партнерами. В 2017 году экспорт продукции ПАО «Казань Оргсинтез» в натуральном выражении увеличился на 16,8%. Относительно 2016 года обеспечив свыше 15 млрд. рублей выручки. В 2017 году мы возобновили сотрудничество с грузинскими партнерами, наладили деловые отношения с Хорватией и Арменией. Себестоимость продаж в 2017 году составила 52,358 млрд. рублей. Увеличение относительно прошлого года составило 7,1%, что связано в основном с ростом цен на сырье и материалы, а также с повышением тарифов и цен на энергоресурсы. Как отметил президент Татарстана Рустам Мениханов, химия и нефтехимия – это точки роста республики. В конечном итоге усилие крупных предприятий влияет на общую экономическую ситуацию и качество жизни татарстанцев. «Казань Оргсинтез» реализует конкретные социальные программы, направленные на поддержку взрослого и детского населения. Их общее количество растет ежегодно. Благодаря успехам в экономике республика реализует масштабные социальные программы, направленные на повышение качества жизни. В прошлом году было 37 программ, в этом году 38 программ. Практически в каждом районе города, в каждом поселении идет какая-то реализация социальной программы. Каждый понедельник на телеканале «Новый век». Предприятия-лидеры, финансовые технологии, которые приносят успех. Ведущие отрасли экономики Татарстана и люди, которые знают свое дело. Как работает реальная экономика по понедельникам в 22.10. Как мы отмечали, «Казань-Оргсинтез» сегодня – это мощная структура. Это семь заводов, работающих в плотной связке. Зародившись как производитель первого СССР фенола и ацетона, сегодня компания занимает ведущие позиции по выпуску этилена. Полиэтилена высокой и низкой плотности, бимодального и линейного полиэтиленов, газа и водопроводных труб, жидких продуктов органического синтеза. Но что стоит за этим перечислением наименований продукции казанской компании? И как органическая химия превращается в столь нужные обществу материалы? Все подробности прямо сейчас. Какую продукцию производит «Казань-Оргсинтез»? На этот вопрос вряд ли смогут ответить даже казанцы, живущие недалеко от этих заводов. Однако многим известно, что на заводах производится химическое сырье, из которого в дальнейшем изготовляют нечто более сложное. Например, продукцию для широкого применения в быту, а также в других сферах, таких как медицина. Попробуем разобраться вместе. «Казань-Оргсинтез» — это семь слаженно работающих заводов, взаимосвязанных друг с другом, объединенных в единый производственный организм. Через него проходят тысячи тонн химических веществ. Завод органических продуктов и технических газов самый крупный в этой структуре. Здесь берет начало производственный процесс. Именно сюда, в цистернах, прибывает исходное углеводородное сырье, которое по трубам уходит на другие заводы. Есть и свое производство. Произведенные органические продукты используются для нефтедобычи, химии, фармацевтики, косметики и металлургии. С этого завода большая часть сырья идет на завод этилена, где с ним и начинаются первые метаморфозы. Получаемый этилен передается дальше на заводы полиэтилена низкого и высокого давления. А пропилен идет на завод бисфенола А, где становится сырьем в еще более сложной производственной схеме. Здесь производят фенол-бисфенол. Попутная продукция — всем известный растворитель ацетон. Фенол как продукт используется в производстве медпрепаратов, красок, гербицидов и многого другого. Бисфенол по цепочке переправляется на завод поликарбонатов, который производит востребованный в мире современный пластик. Этот завод — единственный производитель поликарбонатов России в странах ближнего зарубежья. Производимый пластик ударопрочный и прозрачный. Он примерно в 200 раз легче стекла. Такой материал необычайно удобен при остеклении небольших объектов, веранд, теплиц. Производят его из углекислого газа, окиси, этилена и бисфенол А, про которые мы рассказывали ранее. Как мы видим, все процессы в цепочке плотно взаимосвязаны. Марки поликарбоната, а их несколько десятков, отличаются по жесткости. Они безопасны и подходят для взаимодействия с пищевыми продуктами и питьевой водой. Полиэтилен — известный нам всем материал, из которого состоят многие вещи в окружающем нас пространстве. На заводе полиэтилена высокого давления из веществ, произведенных ранее на соседних заводах, получает тот самый полиэтилен, но только в виде гранул. Покупатели этих гранул производят пищевые и технические пленки различного вида изоляцию. Еще один завод, завод полиэтилена низкого давления, является основным поставщиком в масштабах страны. Его производят также из этилена. На выходе получается сырье для труппы и бытовых изделий. Кроме производственных заводов, на территории Казань-Оргсинтез работает завод по подготовке и проведению капитальных ремонтов. Его сотрудники выполняют большую часть ремонтных работ и участвуют в непрерывной модернизации производства, которые являются частью общей стратегии развития Казань-Оргсинтез, цель которой – удержать лидирующие позиции на благо республики и всей страны. Чем больше переработка этого сырья, чем сырье становится более, так скажем, дорогое, более имеет характеристики потребительские, все лучше и лучше. Для примера, если я проведу этилен, или у нас пропилен тоже используется, это газ, изопропилбензол – это уже жидкость ЛВЖ. Фенол – это уже полутвердое вещество, у него температура плавления 40 градусов, он твердый, а бисфенол – это вообще твердое вещество. Наш завод является единственным производителем поликарбоната в России и странах ближнего зарубежья. Поликарбонат отличает такие свойства от остальных пластиков, как высокая ударная вязкость и очень хорошая прозрачность. Если сравнивать его со стеклом, то он легче в 200 раз. Москва, как говорится, не сразу строилась, ни в одночасье, и Казань-Оргсинтез превратился в столь мощную и солидную структуру. История завода берет начало с конца 50-х годов прошлого века, с периода больших советских стройок и развития промышленности. К слову, в этом году Казань-Оргсинтез отмечает свое 60-летие. А в 1963 году завод выпустил первую партию фенола и ацетона. С момента пуска в эксплуатацию завод быстро расширялся и претерпел ряд крупномасштабных программ по модернизации производственных мощностей. Обо всем подробно в нашем репортаже. Казань-Оргсинтез – успешный пример советского проекта, который не просто адаптировался к условиям новой реальности после распада СССР, но и стал динамично расти, занимая лидирующие позиции. Точкой отсчета стоит считать 1958 год, когда возникла потребность в химическом производстве на территории одного из российских регионов. В качестве площадки была выбрана Казань – крупный город с удобным расположением. В 1963 году стартовало производство фенола и ацетона. Произведена первая партия продукции. В последующие годы постепенно появлялись один за другим новые заводы на территории комплекса. Ударные стройки гремели по всей стране. Времена менялись, а темпы оставались высокими. На заре 90-х часть производства была реконструирована, а часть линий заменена на более производительные. В 1993 году государственное производственное объединение «Органический синтез» преобразовано в открытое акционерное общество «Казань-Оргсинтез». Производство полипропиленовой тары началось уже в конце 90-х. В начале 2000-х продолжилось частичное обновление оборудования. В 2005 году, когда «Казань» отмечала свое тысячелетие, началось строительство заводов без фенола и поликарбонатов. Производство становится еще более экологичным. Ранее сжигаемые компоненты отправляются снова в цеха. Новая эпоха диктует свои условия, усиливается тренд на экологичность и энергосбережение. Компания не только экономит свои ресурсы, но и заботится о жителях города. Изменению преобразованию подвергается и кадровая, и социальная политика компании. Появляются новые возможности и привилегии для сотрудников. В 2005 начинается строительство склада сжиженных углеводородных газов. В 2006 открыты новые производства. Завершен очередной этап реконструкции, предусматривающий увеличение мощности производства. В 2008 запускается завод по производству без фенола и поликарбоната. «Казань-Оргсинтез» отмечает 45-летие со дня выпуска первой продукции. Продолжается масштабная реконструкция производств. Очередной этап развития компании продолжится в ближайшие годы. К важным направлениям повышения эффективности для «Казань-Оргсинтез» относится также обеспечение стабильной работы действующих производств, снижение расхода ресурсов, увеличение выпуска товара и продукции. В 2017 году «Казань-Оргсинтез» продолжил работу по повышению надежности энергоснабжения, внедрению энергосберегающего энергоэффективного оборудования материалов. «Казань-Оргсинтез» «Импортозамещение» – этот термин прочно вошел в обиход российских СМИ и в нашу с вами жизнь вместе с западными санкциями несколько лет назад. Но на смену этому крупному глобальному тренду пришли еще несколько. Крупные предприятия усилили свои позиции в технологиях, оборудовании, подборе и обучении кадров. «Бережливое производство» стало новой тенденцией, о которой тоже говорят все чаще. А как это работает на практике? «Бережливое производство» и реализация принципов энергоэффективности, а также экологическая безопасность – в числе важнейших задач «Казань-Оргсинтеза». Компания использует такие инструменты, как замена старого оборудования на новое, потребляющее меньше энергии, помогающее снижать выбросы в окружающую среду. «Заботясь об экологии, мы применяем принцип предосторожности, тщательно оценивая возможные последствия при принятии решений, чтобы не допустить негативного влияния на окружающую среду. Общий валовый выброс вредных веществ в атмосферу, лимиты водопотребления, сброс загрязняющих веществ в водоемы, лимиты образования отходов срок контролируются и в 2017 году не превышали установленных нормативов. Текущие затраты на охрану окружающей среды в отчетном году составили более 440 миллионов рублей, в том, что на 7,2% выше уровня 2016 года». На обеспечение безопасности сотрудников заводов выделяются специальные бюджеты. Компания ответственно подходит к выполнению необходимых норм. «Деятельность общества в области обеспечения промышленной безопасности и охраны труда основана на принципе приоритетности жизни и здоровья работников. Затраты на охрану труда в 2017 году превысили 549 миллионов рублей, что на 24,8% больше относительно 2016 года. Затраты на мероприятия по обеспечению промышленной безопасности составили более 2 миллиардов рублей, что больше предыдущего показателя на 41%. Программы по энергоэффективности не просто дань новым тенденциям, а экономически обоснованный подход, включающий в себя новые разработки. В 2017 году «Казань-Уртинтес» продолжил работу по повышению надежности энергоснабжения, внедрению энергосберегающего энергоэффективного оборудования материалов. Результатом работы в сфере энергосбережения стало награждение нашего предприятия дипломом первой степени на 18-й специализированной выставке энергетика ресурсосбережения за модернизацию факельной установки F-2055 в номинации энергоэффективной разработки. Экономический эффект от внедрения мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности «Казань-Уртинтес» в 2017 году составил 226 миллионов рублей. В компании проходит постоянная модернизация, и старое оборудование меняют на новое. Это отражается и в результатах компании. Все эти подходы в производстве позволяют «Казань-Уртинтес» не только удерживать сильные лидерские позиции, но и планомерно расти, несмотря на внешние экономические факторы. Сегодня подвели итоги. Понятно, что при всех сложностях, во-первых, конъюнктура цен на полиэтилен, сложности доступа к сырью, все эти вопросы нашли решение. Компания сегодня, ее капитализация, рост капитализации показывает, насколько она эффективна и насколько она перспективна. «Казань-Уртинтес» – это предприятие, о котором хочется узнавать больше. В этом вы могли убедиться сами. Рассказать о семи огромных заводах в одной программе просто нереально. Однако, надеемся, нам удалось воссоздать объективную картину и охватить важные, интересные для широкого круга зрителей темы. В следующих выпусках вы узнаете, почему слухи о вредных выбросах заводов явно преувеличены, и как новые технологии позволяют защищать природу и человека. Это все на сегодня. С вами была программа «Реальная экономика». Я Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова